Привет всем, с вами Антон Чалей, и сегодня я буду честно сравнивать Россию и Белоруссию. Сразу будет дисклеймер. Я предупреждаю, что это видео не какая пропаганда, то есть мне как бы без разницы, живете вы в России или в Белоруссии. Я не хочу видео кого-то оскорбить, просто я сравниваю цены, я сравниваю зарплаты, я сравниваю цены на жильё, на сдачу и аренду, и всё. Просто я снимаю это из-за того, что я жил в Белоруссии и сейчас живу в России, в Краснодаре. Поэтому чисто для себя я решил сравнить всё по полочкам, всё по ценам. Прошлое видео сравнение России и Белоруссии, хотя это больше было не сравнение, это был больше влог, он набрал больше 56 тысяч просмотров, что довольно-таки неплохо. В комментариях много кто просил более конкретизированно сравнить эти страны, потому что это было больше не сравнение, это был кусочек моего влога. Поэтому сейчас я решил более конкретно всё сравнить. Из-за того, что Краснодар очень большой город, сейчас больше миллиона людей тут официально, и неофициально, я думаю, вообще миллион шестьсот, миллион семьсот. Это третий город по застраиваемости в России, и Краснодар, по-моему, первый или второй город по количеству автомобилей на душу населения. Поэтому я беру Минск и сравниваю его с Краснодаром, потому что, ну, примерно они похожи по численности. Соответственно, цены в Краснодаре могут немного отличаться от всей России или каких-то определенных областей. Точно так же в Минске могут цены немного отличаться. Я буду сравнивать сейчас по нескольким пунктам этих городов. Вы можете в комментариях к этому видео записать свой город и написать средние цены на все вот пункты, которые я буду сегодня говорить. Так мы получим более подробный анализ, и, в принципе, мне тоже будет интересно почитать это. Пересчитывать цены я буду в российских рублях, в долларах и в белорусских. Курс действительно на сегодняшний день слишком резких движений в сторону каких-то курсов, я думаю, не будет. Поэтому я думаю, что довольно долго мой обзор цен с такой конвертацией будет актуален. Я взял блокнот, в котором я все записал, потому что это нереально большая информация. Запомнить это все сложно. Цены на продукты в Беларуси я буду брать с сайта Евроопта доставки. Сейчас, по-моему, она брусничка называется. А в Краснодаре я буду смотреть по собственным чекам и по ценам в магазине. Крупа гречневая 800 грамм, первый сорт. 1 рубль 49 копеек. В Беларуси 0,75 доллара и 42 рубля 66 копеек в российских. Крупа гречневая 800 грамм, первый сорт в России. 31,90 рублей, 0,56 доллара и 1 рубль 11 копеек белорусских. Рис круглый, третий сорт 800 грамм. В России 31 рубль 20 копеек, 0,55 доллара и 1 рубль 9 копеек в белорусских рублях. Рис круглый 800 грамм в Беларуси 1 рубль 69 копеек в белорусских рублях. Это 85 центов и 48 рублей 38 копеек в российских рублях. Макароны рожки 450 грамм в России 14 рублей 60 копеек 26 центов и 51 копейка в белорусских. Макароны рожки 450 грамм в Беларуси 59 копеек в белорусских, 30 центов и 16 рублей 89 копеек в российских. Филе куриная грудка 1 килограмм 280 рублей России 5 долларов 10 центов 10 рублей 9 копеек в белорусских рублях. Филе куриная грудка в Беларуси 5 рублей 99 копеек, 3 доллара 3 цента и 171 рубль 49 копеек в российских рублях. Так что если вы хотите поесть круп, лучше вам в Краснодар ехать, а если вы хотите поесть мясо, особенно птицы, то вам лучше, конечно, жить в Беларуси. Голень курицы 1 килограмм в России 254 рубля, 4 доллара 48 центов и 8 рублей 87 копеек в белорусских. Голень курицы 1 килограмм в Беларуси 3 рубля 65 копеек в белорусских рублях, 1 доллар 84 копеек в долларах и 104 рубля 49 копеек в рублях. Свинина лопатка 1 килограмм в российских рублях 199 рублей 3 доллара 51 цент 6 рублей 95 белорусских рублей. Свинина лопатка 1 килограмм в Беларуси 9 рублей 59 копеек, 4 доллара 84 цента и 274 рубля 55 копеек в России. Молоко пастеризованное 2,5 процента, в России 52 рубля 26 копеек, 92 цента и 1 рубль 83 копейки в белорусских рублях. Молоко в Беларуси 1 рубль 36 копеек, это 69 центов, это 38 рублей 94 копейки в российских рублях. Да, еще раз повторяю, что цены я брал примерно средние. И в зависимости, конечно, от какой марки вы берете продукцию и в каком вы городе, России или Беларуси, цены могут меняться. Для этого я вам говорил, пишите в комментариях свои цены на эти же пункты и с указанием города. Цены на жилье на покупку и аренду в России я брал на Авито, потому что это довольно-таки раскрученная площадка. А в Беларуси я брал сайты объявлений Куфор. Также цены могут разниться, центральный район или не центральный, в городе Минске и в городе Краснодаре. Поэтому в Минске я взял центральный район и в Краснодаре я тоже взял центральный по фильтру. И примерно усреднял значение, потому что бывает разное по квадратуре, однокомнатное, но разные квадраты. Но примерно по фотографиям, по ремонту они схожи. Итак, поехали. Квартиры в длительную аренду. Однокомнатная квартира 37 квадратных метров в Краснодаре, 15 тысяч рублей. Это 264 доллара, это 523 рубля, 95 копеек в белорусских. Однокомнатная квартира 30 квадратных метров в Минске, 599 белорусских рублей, 302 доллара, 53 цента, 17148 рублей. Двухкомнатная квартира 64,7 квадратных метров в Краснодаре, на съем 23 тысячи рублей России, 45 долларов, 75 центов и 803 рубля, 39 копеек в белорусских рублях. Двухкомнатная квартира 56 квадратных метров в Минске, 900 белорусских рублей, 454 доллара, 55 центов и 25 765 российских рублей. Давайте теперь пробежимся по продаже квартиры. Однокомнатная квартира в Краснодаре, 41 квадратный метр, это 1 миллион 700 российских рублей, 29 тысяч 990 долларов и 59 381 белорусский рубль. Однокомнатная квартира в Минске, 39 квадратных метров, 112 тысяч белорусских рублей, 56 тысяч 565 долларов, это 3 миллиона 206 тысяч 412 российских рублей. Двухкомнатная квартира в Краснодаре, 52 квадратных метра, это 2 миллиона 600 тысяч рублей России, 45 тысяч 867 долларов, 90 тысяч 818 белорусских рублей. Двухкомнатная квартира в Минске, 50 квадратных метров, это 120 тысяч 800 белорусских рублей, 61 тысяча долларов и 3 миллиона 458 тысяч 345 рублей России. Да, и тут мы пробежимся по зарплатам в Краснодаре и в Минске. Самое интересное, что когда я зашел на Куфор и на Авито, сложно очень сравнить профессии, потому что разные там нужны профессии, разные тут, разные специализации у всех, поэтому я сравниваю очень-очень примерно. Ну, что меня единственное немного поразило, это то, что на Куфоре было вакансии тогда по Минску 229, а вакансии в Краснодаре 4853. Блин, прям в несколько раз больше, ну, как бы, возможно, что это какая-то ошибка, возможно, что на Куфоре в Беларуси не ищут вакансии, возможно, они распределены в других местах, но Авито это тоже сайт объявлений, он не особо для поиска вакансий подходит. Ну, вот все-таки вот такие вот числа. Тоже учитывайте, что цены на работы очень могут разняться, поэтому я просто выбрал с Авито и с Куфора примерно такие же и просто их сравнил. Так что они могут быть разные. Мастер маникюра и педикюра в России 40 тысяч рублей, 705 долларов и 1379 белорусских рублей. Мастер маникюра, педикюра и депиляции в Беларуси 600 белорусских рублей, это 303 доллара, это 17177 рублей. Продавец-консультант в Краснодаре 25 тысяч рублей, 441 доллар и 873 белорусских рубля. Продавец-консультант в Минске 550 белорусских рублей, 277 долларов и 15745 российских рублей. Грузчик в Краснодаре 25 тысяч рублей, 441 доллар, 873 белорусских рубля. Грузчики в Минске 450 белорусских рублей, 227 долларов и 12882 российских рубля. Официант в Краснодаре 17 тысяч рублей, российский 299 долларов и 593 рубля 81 копейка в белорусских рублях. Официант в Минске 375 белорусских рублей, 189 долларов и это 10735 российских рублей. Учитель начальных классов в Краснодаре, который требовался в одну школу от 18 до 22 тысяч. Я перечитал зарплату по 18 тысяч по минимальной отметке. 18 тысяч это 317 долларов и 628 белорусских рублей. Учитель специальная средняя школа от 200 до 400 белорусских рублей. 400 рублей это полная ставка, 200 это половина ставки было написано в объявлении. Видимо они еще не решили как на полставки или на целую. Ну посчитаем по 400 белорусских рублей как целая ставка. 400 белорусских рублей это 202 доллара и 11451 российский рубль. Еще раз всем напоминаю, что цены везде разные, марки, продуктов и могут быть работы тоже быть разные. И очень большие разбросы по квартирам я взял какие-то средние значения, поэтому вы можете просто прописать в комментариях ваш город и по пунктам написать вот эти же цены. Также если вы думаете мигрировать куда-то из России в Белоруссию, из Белоруссии в Россию, потому что я смотрю, что по тем же видео мне потом много кто писало, кто хочет переехать в Россию или вот спрашивали, почему я уехал из Белоруссии. Я скажу так, что если вы хотите искать какую-то более хорошую жизнь, то конечно возможно, что тут как-то лучше жить или там как-то лучше жить по каким-то определенным критериям. Но возможно вы просто хотите сбежать от самого себя, потому что если взять себя все-таки в руки, если начать что-то делать в этой жизни, начать стараться, то в той же Белоруссии очень неплохо живется. В той же России тоже неплохо живется и где-то за рубежом точно так же, потому что если вы не хотите ничего делать, вы не хотите ничего менять, ничего нового изучать, то я думаю, что в Америке в той же или где-то за рубежом вам будет точно так же плохо, где вы сейчас. Поэтому главное возьмитесь за ум, начните что-то делать, начните действовать, начните обучаться чему-то новому. Ну вот, как просто вы меня спрашивали, да, из Белоруссии в Россию. Я лично переехал, потому что я не люблю сидеть на одном месте. Возможно из Краснодара я перееду потом еще куда-нибудь. Это не было таким шагом, что Беларусь это плохая страна, Россия это хорошая. У всех есть разные критерии по оценке Беларуси-России. В Беларуси, мне кажется, что больше порядка, в России его чуть меньше, но это дает какие-то определенные свободы. Ну, точно так же в Беларуси, как вот по высказываниям, допустим, в том же интернете, да, как я сам жил, все это очень там прижимисто жить. Если, кстати, вы думаете, вы живете в России, думаете, что в Беларуси очень круто, съездили в один Минск, не переехали в какие-то области или еще куда-нибудь, не пожили там. Съездить в Беларусь это одно, а вот пожить там это другое. Поэтому тут нужно человеку выбирать, что он хочет. Я просто думаю так, что я гражданин этого мира и я могу пожить, в принципе, везде. Поэтому я буду передвигаться, буду изучать какие-то новые страны, может быть, сравнивать еще с другими. Но в Краснодаре, конечно, движухи как-то побольше. Да, ну, я просто приехал с Полоцка, это не очень большой город. В Минске, конечно, движухи столько же, как в Краснодаре. Поэтому, где лучше жить, это ваше субъективное мнение. Оно должно вырастать не по видео в интернете, да, вы посмотрели и сразу поехали, а по вашим собственным ощущениям. То есть вы должны приехать, ну, хотя бы там снять на месяц квартиру или на неделю, пока у вас отпуск, пожить, посмотреть, если вы хотите куда-то переехать. И самим сравнить, на собственном опыте. Люди могут дать очень субъективную оценку. Если вы смотрели до этого видео какие-то тоже сравнения России и Беларуси, это очень субъективная оценка. Главное это просто приехать, посмотреть, пожить немного. Но как Краснодар мне очень нравится в плане того, что тут море рядом. Температуру вы можете, в принципе, посмотреть в том же интернете. Тут очень хорошее, очень-очень большое лето. Зима, практически нету снега вообще никакого. Нету таких проблем, когда ты не можешь завести стрессовую машину, там минус 25. Такого пока что у меня не было. Ну и море 150 километров, я от моря живу. Можно спокойно на машине, на том же блок локале или поездом доехать. Очень спокойно. Можно побыть на морях раз 6 за лето, или 10, или 12, 15. То есть просто проехаться 150 километров. Ну и в принципе фермеры, кто любит фермерское хозяйство, тут оно очень сильно развивается, потому что температура хорошая, очень много агрорынков, очень много всяких агролавок. Так что город такой для фермеров, я думаю, очень хороший. Ну и в принципе для бизнеса он тоже сильно сейчас развивается. Так что это все, да, тоже не забывайте оставлять какие-то свои комментарии, какие-то свои тоже оценки, где вы сейчас живете, да, куда вы бы хотели переехать. Может быть сравнить свой город, да, по ценам, которые я вам дал, по пунктам. Если вам это все понравилось, можете поставить лайк, можете его не ставить. Также вы можете добавиться в друзья ко мне вконтакте, следить за моими новостями, подписаться на мой инстаграм, там тоже много чего интересного, и следить за этим каналом. Также у меня еще один есть по бизнесу и один по бодибилдингу. Они будут с этой стороны, скорее всего, или с этой, я уже не помню. Приятно было с вами пообщаться, даже то, что это был немного такой диалог через камеру, но все равно это очень забавно. До следующих видео, пока! Субтитры сделал DimaTorzok